Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас семинарское занятие. Сегодня я должен напомнить, что лекция у нас была в феврале месяце, а сегодня на дворе май, поэтому многое может забыться, что свойственно для человеческой памяти. Поэтому мы должны сегодня будет вспомнить ряд основных положений теории империализма. И в том числе потому, что история так быстро иногда развивается, такие делают кульбитые повороты, что те вопросы, которые казались очень далекие, вдруг поворачиваются неожиданной стороной. Я вспоминаю, студенческие годы были, 70-е годы у нас была политканомия социализма, политканомия капитализма. Ну, казалось, вот в СССР социализм, а капитализм это там, за границей, что-то такое чудное, непонятное, весьма далекое. Прошло с точки зрения исторической перспективы совсем небольшое количество лет, и вот Россия оказалась у нас в капиталистическом лагере. Второе, давно уже, 77 лет назад, была одержана историческая победа над фашизмом, прежде всего немецким фашизмом. Тоже казалось, вот надолго это. На самом деле сейчас мы видим, что все это возрождается под иным ракурсом, под иным соусом. И мы должны все эти вопросы сейчас поднять и посмотреть. Поэтому мы должны вернуться немножко в теорию империализма, потому что, так сказать, любые политические, идеологические процессы, они коренятся в базисе, а базис это прежде всего экономические отношения. Поэтому, если хотим получить правильные ответы на те вопросы, которые я поставил, какие-то иные производные, мы должны хорошенько разобраться в теории империализма. Поэтому давайте вспомним, вот что мы рассматривали в феврале месяце. Ведь капитализм – это определенный способ производства. Ведь кроме капитализма у нас пять способов производства. Поэтому капитализм тоже развивается, проходит определенные этапы в своем развитии. И первый этап – это капитализм, так называемый капитализм свободной конкуренции. Мечта всех либералов и за океаном, и в Европе, и у нас в России. Это когда капиталисты, частные собственники, конкурируют между собой на свободном рынке и двигают вперед экономику и все общество. Но что произошло на рубеже 19-го и 20-го веков? Что капитализм, из капитализма свободной конкуренции, перерос в другой этап, перерос или перешел на другую стадию, которую получило название… Монополистический. Монополистический капитализм, совершенно верно. Или империализм. Вот, кстати, первый попутный вопрос. Если мы сейчас начнем читать различную литературу, там левую, около левую, особенно в интернете, чего только про империализм не скажет. Голова пухнет. Хотя на самом деле есть строгое научное понятие. Или короткое определение. Ленин писал, самое короткое определение империализма – это монополистический капитализм. То есть тот капитализм, который из капитализма свободной конкуренции, перерос в монополистический капитализм. Но монополии – это что такое? Это крупные или крупнейшие, это те же капиталистические предприятия. Но не те же, а крупные, крупнейшие. И не просто крупнейшие, а те, которые захватывают рынки сырья значительной доли, рынки сбыта и прочее, прочее, прочее. И начинают диктовать свои условия. Диктовать свои условия всем. Но прежде всего процесс идет в производстве, где образуются промышленные монополии. Также этот процесс монополизации идет в сфере обращения, денежного обращения, где функционируют другие капиталистические предприятия, которые называются банки. Совершенно верно, банки. Ведь банки – это тоже капиталистические предприятия. И чем они занимаются? Ну, если промышленные капиталисты на предприятиях, на заводах производят какие-то товары, вещи, которые затем реализуются при помощи торгового капитала, торговых капиталистов, то банки чем занимаются? Какие их основные функции? Обслуживание производства. Обслуживание производства в сфере обращения. Совершенно верно. Если брать в самом общем виде, то это правильный ответ. Но если немножко расшифровать, то чем занимаются банки? Проведением расчетов, денежных расчетов между функционирующими капиталистами. Затем аккумулируют или собирают, есть такой термин, аккумуляция. То есть собирают и хранят временно свободные денежные средства у капиталистов. А тем капиталистам, у которых не хватает, ну, в силу развития, так сказать, производственного процесса, денежных средств, представляют во временное пользование кредит, для которых получают банковские проценты. Вот так они и живут. Но тем самым они помогают развиваться производство, то есть обслуживают производство. Значит, процессы монополизации идут из сферы банковской, где образуются банковские монополии. То есть вот промышленности, промышленные монополии, банковской сфере банковские монополии. Что дальше идет? А дальше идет процесс сращивания банковских монополий, или банковского монополистического капитала и промышленного монополистического капитала. И на этой основе образуется финансовый капитал. И финансовая олигархия. Ну, финансовая олигархия – это те представители финансового капитала. То есть вот мы дошли, логически, скажите, посмотрели до понятия ключевого. Одного из ключевых понятий монополистического капитализма или империализма – финансового капитала. То есть это банковский монополистический капитал, сросшийся, слившийся с промышленным монополистическим капиталом. При этом кто играет главенствующую или определяющую роль в этом симбиозе, в этом сращивании? Кто-нибудь из вас брал кредиты, например, ипотечные? Ну, скажите, пожалуйста, Можете сказать, что банк всю подноготную свою взял? Много документов. Вот кивает головой. А если брать юридических лиц – это сумасшедшее. Это сколько документов должно юридическое лицо, капиталист промышленный или торговый, представить банку? То есть всю подноготную свою. И на этом дело не заканчивается. Ведь после предоставления кредита банк контролирует любой шаг. Есть такое понятие – контроль целевого использования кредита. Это не так, что вот банк дал денежки капиталисту, и тот пошел, что хочет, тот и делает. Нет, каждая платежка отслеживается целевой использованием. Вот, предназначено приобретение, например, транспорта или техники, или оборудования, или каких-то других операций. Вот, промышленные капиталисты отчитываются, представляют, а банки отслеживают. То есть банки и контролируют этот процесс. И вот, идем дальше. Вот эти процессы идут в опыте капиталистическом мире. Вот они останавливаются, вот образование вот этих банковских монополий, промышленных, сращивание их между собой, образование финансового капитала в этих странах, и все. Или нет? Нет. Нет, они же идут дальше. То есть финансовый капитал уже требует, но больше ему мало, мало получать монопольные прибыли внутри, как в своей стране. Он уже заглядывается на, за пределы своей страны. Туда бы. А в какие страны? Из более крупных, из более развитых стран, из более мощных. Более, так сказать, слабые. Более слабые. Конечно. То есть вот уже пошло разделение на две группы. На те, которые будут потом империалистическими хищниками, грабить всех остальных. Ну и остальной мир, зависимый от первых. И какой здесь получается главный инструмент вот этого закабаления, ограбления более крупных, более мощных монополистических стран, империалистических стран других? Вывоз капитала. Вывоз капитала, совершенно верно. То есть если для монополистической стадии капитализма был охарактерен вывоз товаров, то есть производили товары на капиталистические предприятия в своей стране, и вывозили другие. Там туда производились, сюда происходил вывоз товаров. То есть экспорт и импорт, говоря современным языком. А вывоз капитала что означает? Перенос средств производства с целью извлечения еще большей прибыли, минимизации убытков и... Ну, во-первых, короче, во-первых, не перенос средств производства, а стоимость. Странные с более низкой стоимостью рабочей силы. Вывоз стоимости, не средств производства. Стоимость, да. Вывоз стоимости. Стоимость, то есть потенциальный капитал вывозится. То есть там могут покупаться предприятия, либо строиться. С целью получения, естественно, прибыли. Не просто прибыли, а монополистической прибыли. То есть тем самым финансовый капитал у этих крупных стран начинает уже эксплуатировать и контролировать и рабочий класс этой другой страны, других стран, и эти государства. Но на этом дело тоже не заканчивается. Дальше вот эти крупнейшие империалистические государства, они начинают делить мир экономически и территориально. Этими империалистическими странами была создана, и сейчас она функционирует, она только модифицируется, изменяется. Целая система господства, закабалений, ограблений этих стран. Помимо вывоза капитала. Чего там только нет, это будет время, мы отдельно рассмотрим. И вот возникает первый вопрос. Вот сегодня, например, мир разделен на два лагеря. Вот есть лагерь социализма, мы его не будем сегодня рассматривать, это отдельно, сказать, тема. И империалистический лагерь. Некоторые говорят, деятели, что в этом империалистическом лагере все страны являются империалистическими. Действительно такая точка зрения встречается, с разными модификациями. Можно так сказать или нет? Или что-то здесь не то, на ваш взгляд? Нет. А почему? Странные государства, которые поглощают другие. То есть они являются хищниками, а те, у которых нет финансового капитала, они не создали его. Либо он очень слаб, у них нет амбиций. Ну амбиции там, наверное, может быть, есть, но они должны быть подкреплены, конечно, экономически. Ведь что говорят вот эти отдельные деятели, которые много стран относят к империалистическим? Вот они не берут понятие финансового капитала, берут по названию. Вот взять какую-то страну, даже самую маленькую. Ведь там тоже идут процессы, и тогда шли, и сейчас идут монополизации, то есть концентрации, увеличение капитала, централизации. Вполне возможно. Ну хорошо, и шутку, и все, давайте возьмем какую-нибудь страну. Например, такую страну, Ганделупу. Знаете такую страну? Нет, Гвателупа это само по себе. А Ганделупа это страна из фильма периода СССР, Марка страны Ганделупы. Замечательный фильм. И вот такая страна. Вот идут там процессы. Промышленность образуется в своей монополии. Возможно. В каких-то отраслях. И в банковской сфере тоже процессы. Идут монополизации. И безусловно, идут сращивания банковского капитала этой страны, промышленного капитала. Образуется вроде как по названию финансовый капитал. Так ведь? Но этот финансовый капитал соответствует понятию финансового капитала? Как, скажем, Ленин рассматривал развитие этого понятия в работе империализма как высшая стадия капитализма? Нет. Мы только находимся на полпути. Да, по названию, может быть, он финансовый капитал. Но мы должны дальше проследить. Вот если финансовый капитал этой страны, Гонделулу, выходит за пределы своей страны, осуществляет вывоз капитала. Так? Если помимо вывоза капитала, через систему расчетов, через систему кредитования своих государств и прочего, 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 он начинает переходить в другие страны и грабить их. Да, тогда мы можем сказать, что финансовый капитал этой страны является финансовым капиталом по понятиям, и эта страна, мы должны отнести к империалистическим. Но этого же нет. Нет. Наоборот происходит. Это мы видим по всем экономическим показателям, по всем экономическим канонам, что у нас на сегодняшний день главная империалистическая держава – это Соединенные Штаты Америки. Ну, вокруг него хищницы поменьше вьются. Великобритания, Германия, Франция. Мы, наверное, можем еще продолжить этот список, но это, наверное, отдельная тема отдельного разговора. Так, какие у нас были еще вопросы? Докладываю уважаемым слушателям, что по состоянию на утро сегодняшнего дня проверено 56 контрольных работ. Все получили зачет и должен отметить, что все показали замечательные знания базовых понятий империализма, финансового капитала, вывоза капитала. Ну, те, кто не успел, я думаю, мы проверим. Время еще до. Зачет еще целой недели. Ну, такое было небольшое вступление к нашей теме, семинарского занятия. Вопрос, который вызвал обсуждение, вызывает до сих пор, а является ли Россия собственной империалистической страной? То есть, еще раз давайте уточним. Вот есть лагерь империалистических стран. По количеству сколько там стран? Ну, около 200, если не больше. Весь эти страны ходят. И все эти страны являются составной частью этого империалистического лагеря. Но составная часть не значит, что они собственные империалистические. Вот сложилось такое понимание или такое название собственные империалистические страны. Это непосредственно те страны, которые грабят всех остальных. Вот эта небольшая кучка империалистических хищников или разбойников, которые играет весь остальной мир. Вот Россия. Относится она, можно ее считать, империалистической разбойницей или нет? И почему? Это важный вопрос. Потому что из этого вопроса, в зависимости от того, как мы его понимаем, последуют уже выводы в отношении политической ситуации в современном мире. В частности, специальная военная операция, которая проводится на Украине, и многие другие вопросы. как вы считаете? Я считаю, не является. Потому что вывоз капитала не осуществляется. не сводится только товар, не вывозится стоимость. Ну, давайте подискутируем. Есть некоторые товарищи, которые даже статьи пишут, которые приводят примеры того, что российские монополии осуществляют вывоз капитала. В частности, Газпром строит заводы с рубежом, Роснефть, другие компании. Это крупные монополии вообще-то. Они входят в число наверное 500 крупнейших монополий мира, промышленных монополий. То есть вывоз капитала вроде как налицо. Иногда это встречается и в прессе. То одна наша монополия построилась в какой-то стране завод или прикупила завод. Это же вывоз капитала. Если Газпром строит завод в какой-то стране, это вывоз капитала. Ну, еще раз, что такое вывоз капитала? Перенос стоимости. Это вывоз стоимости с рубежа. Это такое строгое научное понятие по-простому. Если капиталист в данной стране либо покупает завод за рубежом, либо на его капиталы, там строится завод, он эксплуатирует рабочих с другой стороны и выкачивает оттуда прибыли. Это вывоз капитала. Но если Газпром построил завод в какой-то стране, это вывоз капитала? Нет, потому что он не может эксплуатировать рабочих. Ну, как-то не может. Но если Газпром построил завод, на этом заводе работают, рабочие этой страны, не России, грубо говоря, производят прибавочную стоимость, которую присылается Газпром. Это что вывоз капитала? Конечно, вывоз капитала. Что здесь думать-то? Но, если мы внимательно посмотрим, просто ли вывоз капитала является признаком империализма? Нет. Некоторые вот Ленина не читают. Вот где-то хватанули краем уха, где-то услышали вывоз капитала. Не знаю, там, там, там. Прочитали в какой-нибудь газетке? Такая-то компания, скажем, Роснефть построила завод. Все, вывоз капитала налицо. Все, у них вывод. Вывоз капитала налицо? Налицо. Значит, Россия империалистическая страна. Нет, не так, дорогие товарищи. Значит, если мы более точно посмотрим, не вывоз капитала является признаком перехода капитализма свободной конкуренции в империализм, а? Анаполизация рынка. Более важное, преобладающее, решающее значение вывоза капитала по отношению к вывозу товаров. То есть мы должны посмотреть, вот положить на чашу ИСОВ, ну, так сказать, может, по-простому. Вот вывоз товаров, вывоз капитала. Более того, я хочу сказать, если вот возьмем большие отчеты, сейчас промышленные, так сказать, ну, капиталисты, промышленные предприятия, и банки должны публиковать отчетность. Есть список отчетности, и она достаточно информативная. Вот если вы возьмете годовой отчет «Газпрома», то вы увидите. Там вот две странички, где-то карта мира. На одной страничке государства, в которых «Газпром» имеет заводы свои. И это количество государств 20. Это много ведь? Много. В 20 странах «Газпрома» имеет заводы, производство. Это вывоз капитала. Но пока это ни о чем не говорит. А вот на другой страничке данной цифрой показаны, так сказать, страны, в которых «Газпром» вывозит товары. И таких стран – 120. Видите, как получается, да? Ну, что все-таки преобладающее даже для «Газпрома»? Вывоз капитала или вывоз товаров? Вывоз товаров. Конечно, вывоз товаров. То есть это сырьевая монополия. Это действительно монополия. Промышленная. Ну, такую сырьевую направленность. А эти мы возьмем Россию в целом. Посмотрим цифры. Сейчас, благо, можно зайти на, так сказать, сайт Росстата, на сайт Центрального банка. Все эти цифры публикуются. Правда, и там нужно, так сказать, покопаться тоже и кое-что отсеять. Лишние там пытаются спрятать концы воды. Ну, некоторые цифры понятны. Вот вывоз товаров из России, объем вывоза товаров, ну, в лучшие годы был 500 миллиардов долларов. Ну, последние годы, после всяких кризисов, санкций, ну, где-то 300-350 миллиардов долларов. Это вывоз товаров. Ну, давайте запомним эту цифру. А вывоз капитала какой? Вот на сайте Центрального банка есть такой раздел, называется «Прямые инвестиции». Вывоз капитала осуществляется в двух формах. Прямые инвестиции и портфельные. Прямые инвестиции – это те инвестиции, которые позволяют, тот вывоз капитала, который позволяет контролировать это предприятие полностью. Ну, как правило, все предприятия – акционерное общество? Ну, сколько? Если возьмем арифметику. 51% акций дают право контролировать это предприятие. Портфельные инвестиции – это просто вложения, которые не дают их владельцам право контроля на это предприятие. Ну, по жизни там может быть разные цифры, но меньше контрольные. Там 5%, 10% просто не вложили с надеждой, что по ним выплатят дивиденды. Так вот, цифра прямых инвестиций. А она на порядок меньше. На порядок. Но при этом прямые инвестиции тоже надо посмотреть. Вот любопытная эта статистика. Я сейчас вам приведу. Так, прямые инвестиции из Российской Федерации. Ну, те последние данные, которые есть на Центральном банке. Да, это я брал на порядок меньше, это годовые. Но мы должны брать, наверное, накопленные. То есть, вот за время капитализма, сколько вывезли, якобы вывезли российские капиталисты вот эти прямые инвестиции. Вот. И цифра такая получается, ну да, где-то 365 миллиардов долларов. Называется участие в капитале. Так вот, по каким странам? Куда российские капиталисты вывозили этот свой капитал? На первом месте Кипр. 145 миллиардов долларов вывезли на Кипр. И в числе лидеров такие страны, как Австрия, Люксембург, Сингапур, Магамские, Виргинские острова, здесь уже все такое прочее. Значит, о чем это говорит? Это вывоз капитала. Вот если 145 миллиардов долларов вывезли на Кипр, это маленькое, ну, территориально маленькое странное государство. Я не нашел ни одного предприятия, которое было построено или куплено российскими капиталистами. Но есть другая статистика. Это ввоз капитала или прямые инвестиции из-за рубежа в Россию. Так вот, на первом месте вы можете догадаться, какая идет, откуда идет Кипр. Совершенно верно. Вывезли 140, извиняюсь, за это же время 144 миллиарда долларов это участие в капитале. То есть вывезли 145 А144 везли. О чем это говорит? О том, что это никакой не вывоз капитала. А это российский капиталист на протяжении этих десятилетий уже выводили прибыли в офшоры, потому что Кипр, Багамские, Виргинские острова и прочее, 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 это так называемые тихие налоговые гавани. Куда можно спокойно вывезти прибыли и легализовать, там мало налогов. Так, на тебя не смотрят, а? И вот капиталисты выводят туда свои прибыли, а между прочим, с прибылью выводят туда также часть амортизационных отчислений, которые предназначены на то, чтобы восстанавливать здесь потребленные средства производства и часть зарплаты, которую поедине надо выплачивать, вот туда все. Легализуют и под видом иностранных инвестиций они войдут в Россию. Вот миллиард потерялся. Вот эти миллиарды, ну, понятное дело, что там, на миллиарде тебе-то купили виллы, офисы, дворцы и прочее, прочее, прочее. То есть, вот если отсеять это дело, то на самом-то деле вывозы капитал, то есть он есть, но он мизерный, мизерный по отношению к вывозу товаров. Более того, мы на этом тоже не должны останавливаться, надо и глупо смотреть, а какова структура вывоза товаров, какая львиная доля, каких товаров? Сырьевых. Да, их называют сырьевые или так называемой первоначальной обработки, то есть грубой обработки. Это львиная доля. А вот такая структура экспорта, когда вывозится сырье и продукты первичной обработки, для каких стран характерна? Для какого типа стран? Для развитых или не очень? Не очень, да. Это вы мягко сказали. Вообще-то для колониальных, полуколониальных, зависимых стран. Зависимых стран. То есть вот получается такая ситуация. То есть вроде бы вот один вопрос, но он тянет за собой. Много других. И поэтому, когда читаешь эти поверхностные заявления, когда начинаешь вглубь туда идти, то получается это все с точностью до наоборот. Ну, мы пока в силу отсутствия времени мы рассматриваем на лекции и, скажем, другие позиции. Ну, вот можем рассмотреть, например. Такой вопрос интересный. глоботильный вопрос. То есть вот империалистические страны, то есть финансовый капитал крупнейших империалистических государств, прежде всего Соединенных Штатов Америки, повторяю, как главного лидера, главного у них, закоперщика, создал систему закабаления всех других стран. Вот это, знаете, как спрут, у которого, не знаю, сотни щупалец. Это не просто вывоз капитала, одни к щупальце присосались и качают. Много их, сотни, десятки, сотни. И одна из них система расчетов, международных расчетов. И первое, ну, если, так сказать, весь мир повязан вот таким образом экономическими связями, товар экспортируют, импортируют и много чего другого, и услуги, и вывоз капитала осуществляется, это делают банки. Крупнейшие мировые банки. Вопрос, в валютах каких стран осуществляются эти международные расчеты? Ну, только, кстати, в империалистической части, вообще во всем мире. Есть соответствующая статистика, которую приводит организация под названием SWIFT. «Свифт» это, наверное, мы все слышали, потому что Соединенные Штаты Америки, Западная Европа все грозились отключить всю Россию от свифта, но пока отключили некоторые российские банки. То есть это организация, которая осуществляет техническую вот эту сторону, обеспечивает техническую сторону проведения всех платежей международных между всеми государствами, между банками и этих государствами. Потому что банков во всем мире на тысячи будет. чтобы банк делал перевод, банк, скажем, российский делал перевод в банк какой-нибудь страны, например, африканской, там, Египта, по идее это можно сделать напрямую. Но этот наш банк должен сделать, открыть счета в этом банке, и тот, соответственно, в нашем, называться корреспондентские счета. Это очень дорого, накладно, поэтому делается по-простому. Есть крупнейшие мировые банки. С одного раза вы можете ответить или догадаться, какие страны представляют эти банки. Америка. Совершенно верно. Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария и дальше по списку. Мы пока не берем Китайскую Народную Республику, как сказать, отдельную социалистическую страну. Так вот, все банки всех вот этих остальных двухсот стран, в том числе России, открывают корреспондентские счета в этих банках. И в каких валютах осуществляются все платежи, все расчеты? Мы можем предположить, соответственно, в валютах этих стран. Поэтому СВИФ дает статистику на наследующее, что на первом месте во всем объеме международных расчетов занимает доллар Соединенных Штатов Америки. 39% всех мировых расчетов идет в долларах США. На втором месте евро. Евро – это валюта Европейского Союза. Но там самые главные странами, которые определяют политику Евросоюза, являются Франция и Германия. Империалистические государства. 30, я буду укрыли, 38%. На третьем месте британский фунт Великобритания. Еще одна империалистическая держава. Почти 7%. Пятерку лидеров также входит японская иена, канадский доллар, швейцарский франк. Если мы это все сложим, получится подавляющее, превосходится подавляющее преимущество. Где рубль? Вот некоторые говорят, Россия – это мощная империалистическая держава, которая давлеет над семьей. Но если давлеет, значит, все остальные страны должны по струночке, по приказу осуществлять свои расчеты в рублях. Ну вот доля 0,2% рубля. Меньше процента 0,2%. Как это в математике называется? Погрешность. Погрешность, да? Вот такие дела. Более того, я приведу еще одну цифру, мне кажется, наиболее показательную. То есть, есть два крупных государства. С одной стороны, Китайская Народная Республика. То есть, она по мощи, наверное, сейчас по отдельным данным, на первом месте по своему ВВП она превосходит Соединенные Штаты Америки. И Россия. Это крупные государства. То есть, оно входит в десятку крупнейших государств по экономике и по населению. И прочее, прочее. Между Россией и Китаем идет активная торговля. Вот мы вывозим товар и экспорт, получаем оттуда импорт. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, в валютах, в каких валютах осуществляют расчеты эти два государства? Ну, пока вы думаете, у нас рубль, Китай, юань. Как вы думаете, в каких расчетах? Доллар. Совершенно правильный ответ. Совершенно правильный ответ. Что если мы возьмем экспорт? Экспорт, то есть, то, что в России вывозят в Китай. Доллар занимает 39%. Евро 44. А импорт, когда мы из Китая, доллар вообще подавляющий 58%. Евро 10%. Вот так вот. Россия находится не просто в там такой легкой конкуренции, в жесточайшей конфронтации с Соединенным Штатом Америки, с Европой, особенно сейчас, с Китайской Народной Республикой тоже самое. А между собой осуществляет расчеты в долларах и евро. Почему? А вот настолько мощные империалистические государства, вот они создали такую систему международных расчетов, что вот никуда не деться. Даже тем, кто хочет вроде как выводить. Это сейчас, когда противоречия обострились до предела уже, предела, и тут только ставится вопрос российским руководствам перед Китаем, что давайте переходить на расчеты своих национальных валют. Они могут до сих пор. Вот один, на мой взгляд, очень такой показательный пример. Ну, закончить бы я хотел в первый час вообще какая перспектива развития? Куда нас кривая выведет? Как вы думаете? Может вывести? Вот чтобы определить тенденции развития империалистической части мира, мы что должны опять вспомнить? Какой еще действует экономический закон в эпоху империализма? То есть вот главная генеральная тенденция, да? Образование монополий, финансового капитала, экономический и территориальный раздел мира между крупнейшими империалистическими хищниками, еще действует закон неравномерности экономического, политического развития разных стран эпоху империализма. А что вытекает из действия экономического закона? Это базис, базис, отношения определяющие. А то, что в ходе экономического развития может измениться расстановка сил, так ведь? Какие-то государства отойдут на второй план, а какие-то выдунутся на первый. Эта история покажет. Вот вспомним, давайте возьмем два крупных периода. Это начало 20 века и что произошло через 50 лет. То есть какие страны можно было назвать собственными империалистическими хищниками в начале 20 века, когда сформировался империализм в нашем мире. Германия, Великобритания, Совершенно верно. Германия, Великобритания, Франция. На той части в Америке, Соединенные Штаты Америки, на Дальнем Востоке Япония и будем брать центр это Россия. Вот во всяком случае в работе империализм как высшая стадия капитализма Владимир Ильич Ленин однозначно об этих шести странах говорит как о собственных империалистических крупнейших хищниках. Иногда называют там великим империалистические державы и так далее. Что произошло после Второй мировой войны. Ведь расстановка сил поменялась. Так ведь? Кто получил наибольшую выгоду использовал в своих интересах? Соединенные Штаты Америки. То есть они стали не просто империалистические, остались, они стали крупнейшей империалистической державой. Она повелевала миром. остальные свои позиции потеряли. То есть если в начале 20 века можно было говорить о каком-то равномесии, здесь группа Антанта, Великобритания, Франция, здесь Германия со своими сателлитами, там Соединенные Штаты Америки, Япония, то после Второй Мировой Соединенные Штаты Америки они стали крупнейшими. И вот эта система, скажем, в расчетах, которые я привел пример, который, на мой взгляд, является таким образцовым показателем, была сформирована как раз после Второй Мировой войны. Именно тогда в Соединенные Штаты Америки все это сделали. Доллар стал главной мировой валютой. И были сформированы финансовые институты, Международный Валютный Фонд, Всемирные Банки и прочее, 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 где главенствующее место занимали Соединенные Штаты Америки. А вот скажем, Япония несколько в тень отошла. Так ведь? Германия была разрушена там, так сказать, и прочее. Ну, а Россия, она вообще выпала из обоймы капиталистических государств, империалистических, поскольку в семнадцатом году там произошла революция. Поэтому на сегодняшний день вот такая ситуация. Но Россия после контрреволюции, после, так сказать, реставрации капитализма, она опять вернулась в этот империалистический лагерь, но империалистический страну, собственно, империалистическую пока не тянет. Но если мы посмотрим эту перспективу, вот сейчас, хотя у вас встретились противоречия, что может получиться? Скажем, сейчас руководство России ставит вопрос о том, чтобы перейти на расчеты национальных валютах другими государствами. Ведь не все государства, по струнке поддержали Соединенные Штаты Америки. Большая часть пока заняла позицию нейтралитета, в том числе крупнейшую и Китайская Народная Республика, и Индия, и Бразилия. То есть мы можем предположить, что если, скажем, там договорятся между собой, здесь нельзя говорить договоряться, здесь, как говорится, заставляет крупнейший, так сказать, хищник, заставляет других. Что может такое случиться, что рубль займет какую-то, так сказать, позицию. И Россия будет учитывать и вывоз капитала, сколько-нибудь значимый, и рубль будет неформально, так сказать, свободно конвертируемая будет осуществляться в расчетах экспортной и поставок в другие страны. Может, все может случиться, но это мы увидим только, когда посмотрим и сделаем экономический анализ, так сказать, вот эту, так сказать, тенденцию развития. Они так, как некоторые хотят. Вот, мне кажется, вот надо припечатать режим, наш правящий режим каким-то крепким словцом. Вот сказать проклятые капиталисты, это, наверное, слабовато. Так ли? А вот сказать проклятые империалисты, это будет уже так, весом. Но я думаю, нет. Мы должны взять цифры, экономическую статистику и рассмотреть. И, так сказать, этот анализ, этот синтез, нам покажет. Сделаем выводы. Так, делаем перерыв. Переходим к вопросам. Второй час занятий. у меня вопрос такой такой про товары, про оружие, про торговлю нашей страны оружием, странам ближнего востока. является ли это признак империализма. Может быть, люди думают, что вот это и является каким-то таким, а выразить это не могут. говорят, что вот это, 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 Вернемся к тому, что мы рассматривали вот на первом часе. Есть понятие империализма. Так ведь? Торговое оружие входит в понятие империализма? Нет. Это монополистический капитализм. Монополии. Вот оно. Сердцевина. Понятие империализма. Кто внимательно читал работу Ленина, империализм как высшая стадия? Там найдет у Ленина развернутое определение. Как он писал, признак империализма. Их пять. Давайте еще раз перечислим. Так. Это образование монополий, промышленных монополий, образование финансового капитала, то есть сращивание банковского монополистического капитала с промышленным образованием финансового капитала, финансовой олигархии, вывоз капитала, который имеет решающее значение по отношению вывозу товаров, третий, экономический раздел мира между крупнейшими империалистическими государствами, и, наконец, территориальный раздел мира. Экспорт вооружений входит сюда в понятие? Нет, не входит. Вот вам и ответ на вопросы. Если товарищи хотят иначе, они должны это доказать. А не просто сказать, вот Россия вывозит вооружение в такие-то страны, она империалистическое держава. Пускай докажет. Еще какие вопросы? Может быть, тогда переходим к вопросам слушателей? Вопросы на Андрея по поводу семинара. Не прислал ответы на этот семинар. Можно ли прислать ответы после семинара, или будет уже поздно? Вообще, конечно, желательно дисциплину соблюдать. Ну, однозначно надо это сделать за несколько дней до экзамена. Ну, скажем, на этой неделе еще возможно. Я проверю. То есть, экзамен будет через неделю, 18-го. 18-го, правильно? Да. Присылайте до конца недели. Вопрос от Павла. Шведская Икея получается вывозить капитал, так как преобладает эксплуатация рабочих других стран, а не вывоз товара, сделанного в Швеции. Да. Если шведская Икея имеет заводы, принадлежащие им, то это однозначно вывоз капитала. Если она имеет торговую сеть, ну, наверное, можно отнести торговый капитал, да? Тоже как форма капитала. Ну, если она только... Если торговая сеть, принадлежащая Икея, скажем, реализует товары, которые производятся в Швеции, то это уже не вывоз капитала, это вывоз товаров. Здесь надо конкретно предмет осмотреть. Зайти можно на сайте Икеи или какие-то специализированные, так сказать, статистические данные посмотреть, и вы получите ответ. Уже по конкретным цифрам. Вопрос от товарища Торра. Виктор Иванович, откуда вы берете статистику, которую вы используете на лекции? И есть ли статистика по заводам и фабрикам в СССР, РСФСР и современной России? Если есть, посоветуйте, пожалуйста. Значит, основные источники государственной статистики. Первый – это сайт Федеральной службы государственной статистики. Называется иначе Росстат. заходите на сайт, и там достаточно много разной статистики. Можете пойти в библиотеку и взять российский статистический ежегодник, вот такое толстое ждание. Ну вот я, например, отказался, достаточно, так сказать, удобно заходить на сайт Росстата и смотреть по необходимым разделам. Второе – что касается банковской сферы, статистические данные публикует Центральный банк Российской Федерации. Достаточно много. Вот я сегодня проводил цифры и данные по прямым инвестициям в Российскую Федерацию и в Российской Федерации. Вот я взял, распечатал к семинарскому занятию. Вот видите, здесь список стран, куда идут так называемые прямые инвестиции России и второй листочек, откуда они идут. Вот список стран, даты и сумочки. Пожалуйста, анализируйте. Международная статистика. Я приводил данные о том, какие валюты используются в системе международных расчетов. Пожалуйста. Есть такая организация, которая называется SWIFT. Если брать латинские буквы SWIFT. так же эта организация на своем сайте публикует вот эти данные, которые я приводил периодически. Есть международные финансовые институты. Например, Международный валютный фонд. У него есть сайт. Пожалуйста, заходите и вы можете найти данные, вот я приводил данные, доли и объемы национальных валют в общем объеме официальных валютных резервов стран. Ну, тех стран, которые раскрывают свою структуру. Пожалуйста, я так могу привести. вот эти данные взяты сайтом Международного валютного фонда. И также много других международных организаций. Есть специализированные подразделения организации объединенных наций. Например, Организация экономического сотрудничества и развития. в феврале месяце у нас была лекция. Я приводил данные по количеству часов, которые отрабатываются в течение года в разных странах. Если вы помните, что на первом месте по наименьшему количеству отработанных часов в течение года, ну, соответственно, наименьшему количеству рабочего дня Германия, Франция, в конце списка Россия и других стран. Вот эти данные взяты сайта Организации экономического сотрудничества и развития. Вполне возможно, есть еще и другие. Но это, я думаю, такой минимум, который, в принципе, достаточно для большой полновесной работы. Вопрос от Николая. Сейчас Россия ставит условия расчета рубля, значит, доля расчета рубля увеличится, а Россия движется в сторону эгоризма. Так. Давайте этот вопрос разделим на две части. Вот вы сказали в вопросе «Россия движется в сторону империализма». Еще раз, давайте, может быть, я недостаточно хорошо поясню. Россия не движется в сторону империализма. После того, когда в России завершилась реставрация капитализма, она вся целиком оказалась в империалистическом лагере. То есть Россия вместе с другими странами, сказать, осколками СССР, Литвой, Латвии, Эстонии, Молдавии, Грузии и так далее по списку, они являются составной частью империалистического мира. Вот первый вывод, который надо сделать. То есть и другого мира нет, уже сто лет весь капиталистический мир уже в стадии империализма находится. Все страны. Но внутри этих стран, внутри этого лагеря капиталистического или империалистического такое четкое разделение труда, если это можно взять слово такое, в кавычках. Есть небольшая группа собственно империалистических стран, вот они хищники, разбойники, которые грабят других и большая часть государств стран, которые являются зависимы, которых эти хищники ограбляют. Вот это первое замечание. Что касается того, куда пойдет развитие. Мы обсуждали минут 10 назад, жизнь покажет. То есть вот это разделение, оно не постоянное, ситуация меняется. И между капиталистическими государствами идет и в предыщем империалистическими странами идет постоянная борьба за передел мира. За передел. Россия, кто в этой борьбе может участвовать? Ну, конечно, крупные государства. Вряд ли какие-то маленькие государства смогут что-то сделать. Ну, их сожнут, сомнут, не дадут, даже голову высунуть. Что касается крупных государств, например, Россия, это же крупные государства, и территориально, и экономически входит десятку, и по населению, и огромный еще большой задел, не все уничтожено, то, что осталось от Советского Союза. Ведь Советский Союз был в экономическом плане, что единая монополия, единый народно-хозяйственный комплекс, единая монополия. Ну, вот, ее уже 30 лет пытаются разбомбить, разделить, но не до конца. Осколки крупных монополий остались, в том числе, например, вот, Росвооружение. Мы будем считать, да, это такая монополия, причем не сырьевая, поставляющая передовые производства, в том числе, за рубеж, Росатом, тоже крупная монополия, еще, слава богу, не уничтожили до конца, и так далее. И вот сейчас эти обостречия, эти противоречия, они обострились до предела. Они рано или поздно, что, сказать, происходит с противоречием? Они возникают, обостряются, потом разрешаются. Но куда кривая выведет? Это покажет жизнь. Да, Россия, как бы, заявила себе. Но к чему это придет? Жизнь покажет. И вот мы, может быть, через какое-то время с вами, вот возьмем, вот эту статистику, например, того же Свифта, и увидим, что там рубль не 0,2%, а, скажем, там 5% или 10%. И вывоз капитала, не вот этот вывод прибыли в Кипре и прочее, а в какие-то другие государства, приличные цифры, которые будут говорить о том, что он имеет большое значение по отношению к вывозу товаров в России. Вот тогда мы можем будем, так сказать, сделать вывод о том, что Россия, как бы, попала, да, с точки зрения капитализма, под место под солнцем. Вопрос от Марии. В связи с текущими событиями цены на товары резко выросли, хотя и так население не жировало. Как вы считаете, каков еще запас прочности у народа, как долго еще или до какой степени можно падать, может падать покупательная способность, ограбивая ситуацию власти? Давайте вспомним понятие инфляции. Что это такое? Рычаг, который государство включает. Ну, понятие сначала, потом уже как используется. Это повышение... Кроме товара, рабочая сила. И вот это изобретение капиталистов, умных капиталистов, оно было взято на вооружение, наверное, перед Второй мировой войной. Да. А сейчас повсеместно практически все капиталистические государства и собственно империалистические и те, которые зависимы, взяли на вооружение этот метод. Замечательный метод. Смысл в чем? В том, чтобы... Ну, понятно, что основа капитализма это эксплуатация. Когда капиталисты высасывают прибавочную стоимость, которая создается трудом рабочих. Но помимо этого, они еще себе отнимают у этих рабочих и у всех трудящихся за счет инфляции. То есть, когда ценные товары повысились, зарплату нет. Или там через какое-то время и не полностью. То есть, дополнительно увеличивают свои прибыли. Вот это понятие. Значит, идет повсеместно. Обратите внимание, вот буквально на днях статистику дали. Ну, даже наши средства, буржуазные средства массовой информации, что в этом году в каких странах и, так сказать, на какой процент поднялись цены инфляции. То есть, как правило, в капиталистических странах буржуазные государства используют так называемую ползучую инфляцию. Но есть галлопирующая инфляция, когда в десятки, в сотни раз. Страшное дело, то, что у нас было 20 лет назад и так далее. А ползучая, она незаметная. 1%, 1,5%, 2% в год. Вроде как незаметная. Но получается миллиарды, миллиарды долларов евро дополнительных прибыли. Так вот, в этом году, я по памяти могу сказать, например, такие страны, как Прибалтийский, там за 10% инфляция. То есть, в Америке, в Соединенных Штатах Америки, там 8% и так далее. Ну, у нас официально тоже десятку перевалило. Вопрос такой, а чем вот они аргументируют? Ведь инфляция чем хороша? Она выступает как стихийное бедствие. А стихийное бедствие, это, кто несет ответственность за стихийное бедствие? Если наводнение случилось, что в буржуазную правительство или астероид упал? Катастрофа? Нет, конечно. Они здесь ни при чем. И вот то же самое здесь. И вот эта ситуация, которая сейчас возникла, обострение противоречий между Россией, скажем там, Соединенных Штатах Америки и так далее, специальная военная операция, которая проводится Россией и Украиной, это тоже повод в том числе и буржуазные государства Западной Европы, Соединенных Штатов Америки переложить тяготы и решения на трудящихся из своих стран, а через вот эту систему, так сказать, своего господства и на трудящихся всего остального другого мира. Они же там смотрят, так сказать, и анализируют, какие пределы да никакие здесь пределов нет, потому что предел здесь один, так сказать, когда рабочий класс будет организован, вот только он, организованный рабочий класс может поставить предел, как бы, совершив переворот капиталистическом способе и построив социализм. Можно еще я вопросу дам? Конечно. Про у меня такой вопрос. Это буржуальный термин глобализации? Это он специально придуман для подмены понятия империализма? Или это как-то никак вообще не связано? Совершенно правильно говорите, да? Это специально подмена понятий? Подмена понятий вместо ленинской теории империализма. Глобализация. Все глобальное, все общее. Вот есть такое понятие транснациональные корпорации или транснациональные монополии. Ведь они действительно есть. Так ведь? Ну как бы вот они упор делают на то, что на слово транснациональный. Как бы наднациональный. Вот они не американские, не германские, не стоят. Обезвлеченно. Да. Хотя на самом деле если копнуть туда, всегда увидится национальное лицо. Даже конкретные фамилии с паспортами, кто за ними стоит. А так повторюсь, что совершенно верно вы отметили. Это попытка заменить, подменить ленинскую теорию империализма. Более того, и понятие характера эпохи как переходной эпохи от капитализма коммунизма во всемирном масштабе. Ведь в этом характер эпохи по Ленину и жизнь нам показывает. Идет борьба между лагерем социализма нарождающимся и уходящим в историю с исторической цены империалистическим лагерем. А глобализация все нет. Не только нет эллининской империализма. Так вообще ничего. И социализма нет. Все глобальное. Так. Вопрос от Сергея. Минпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения права обладателя. Что это за пиратская форма поведения? Россия решила нарушить все международные правила, какие только можно? Да нет. Это известная форма экономического сотрудничества. Это попытка как-то обеспечить себя теми товарами, которые внутри страны не производятся. В условиях санкции. То есть это так называем параллельный импорт. Завозятся товары, которые производятся монополиями, но без их согласия. Какие там попали по списку? Например, автомобили, не знаю, Бентли английские. Есть официальный путь, когда заключаются наши, скажем, дилеры заключаются, торговые капиталисты заключают договор с этой компанией, и дальше завозят товары. И другое дело, когда те же товары, производимые этой же фирмой английской, завозятся, но уже без согласия. Наверное, будут более длинные пути и так далее. То есть это попытка российского государства как-то выжить, обеспечить теми товарами, которые сегодня в стране не производятся. Вопрос от инженера Белси. Как повали вероятность возврата плановой экономики при международной пропаде России? Значит, это разные вопросы, они не связаны. Вероятность вернуться к плановой экономике можно только после совершения социалистической революции и строительства социализма в стране. То есть плановая экономика это социалистическая экономика, социалистическое непосредственно общественное производство. В условиях капитализма какая бы развитая страна была, плановой экономики нет. Есть элементы планирования. Что касается России, ну вот смотрите, на протяжении 30 лет в финансово-экономическом блоке правительства господствовали так называемые либеральные идеи. Они тюрались планы, знаете, тюр-тюр меня. И вот сейчас, после этой ситуации, все равно они остаются там наверху. Тоже Набиулину оставили во главе Центрального банка проводить ту же разрушительную политику, которую проводили три десятилетия. И финансо-экономическом блоке правительства те же лица, значит, они будут проводить ту же политику. То есть политику вот того, так называемую либеральную, которая смотрит назад, а не вперед. Поэтому что здесь сказать? Ну, пока не будет смена курса, значит, не будет даже элементов планирования. У нас принят, кстати, закон государственного планирования, а планов нет. Даже тех планов, которые возможны в условиях капитализма, частичные планы, возможны программы государственные или прогнозы, даже этого пока нет. Поэтому перспективы ближайшие у нас этого не будет. Вопрос от Андрея. Вы постоянно ругаете европейские страны и объявляете политику России, но сами же говорите, что по статистике Германии и Франции условия жизни никогда рабочих значительно лучше, чем Россия. Странный сторонник интересов рабочего опасности. Так вопрос такой. Во-первых, я не ругаю. Как их ругают? Нигде их не ругал. Значит, если брать с точки зрения развития, то на чем? Мы должны признать, что вот эти страны, которые называются Франция, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Япония, Корея и так далее, это развитые страны капиталистические. И благополучие этих стран, ну прежде всего финансового капитала этих стран, капиталистов, ну и затем уже трудящиеся, оно основывается на двух вещах. Я по-простому буду. На высоком уровне развития техники, промышленности, экономики и капитализма. Ну и это первый год. И второе ограбление зависимых стран. И часть того, что они получают, эти капиталисты, финансовый капитал этих стран, они отдают частично трудящество своих стран. Поэтому их не ругаю. А опыт, кстати, опыт ведения капиталистического хозяйства, как раз надо использовать именно этих стран. Вот скажем, российской буржуазии. 30 лет российской буржуазии кормит наш народ обещанием. Будем жить как в Америке. Ну даже по-простому. Но если вы хотите, чтобы жили как в Америке, значит, что нужно делать в области экономической политики? Значит, надо проводить те экономические методы регулирования экономики, которые проводят Соединенные Штаты Америки. Сделать с точностью до наоборот. Возвращаясь к предыдущему вопросу. Значит, единого плана в рамках частной экономики любой не может быть. А вот государственные программы отдельные могут быть. Кстати, тоже это источник нашей статистики и понимания ситуации. Вы можете зайти на сайт, он называется Федеральная государственная программа. Общее количество государственных программ в России порядка сорока. Из них финансируется еще меньше. Вот в Соединенных Штатах Америки, самой крупной, самой развитой стране Запада, более двух тысяч этих государственных программ. Давайте положим на чашу весов. Ну, так пожалуйста, если вы хотите дойти до уровня Соединенных Штатах Америки, наверное, развивайте программирование. Нет, не развивайте. Вопросы товарища, если деньги это тоже товар, то как будет происходить приобретение продуктов при коммунизме? Без денег, значит, и без товаров. Значит, при коммунизме нет денег, нет товаров, а есть непосредственно общественные продукты и квитанции, которые свидетельствуют, сказать, о том, кто, сколько у них, с какого вклада трудового. Ну, на стаде социализма. То есть, это разные понятия. То есть, товар и деньги это понятие товарного производства или капиталистического, как только высшей ступени развития, одной ступени развития товарного производства. Коммунизму характерны непосредственно общественное производство, то есть производство, диаметрально противоположное товарному. Соответственно, и понятия, которые отражают непосредственно общественное производство, они диаметрально противоположны. Там товар, здесь непосредственно общественный продукт, там деньги, здесь, ну, назовем, такими, рабочие квитанции и так далее. А основа всего, здесь затраты труда, здесь экономия труда. Ведь стоимость, это что такое по определению? Это затраты труда, затраты от тракта труда. Воплощенного в товаре. Деньги это что такое? Это товар. Особый товар выполняющий рост и общий эквивалент. А стоимость, прибавочная стоимость, это часть стоимости, часть затрат труда рабочих, которые присваивают капиталисты. А непосредственно общественное производство основывается на потребительной стоимости, то есть на экономии труда. но это если уж совсем в общих чертах. Вопрос от Ивана Витима. Переход к социализму легче пройдет в капиталистической или собственно в индустической стране? Вот что произошло в 17-м году? Первая революция, победоносная социалистическая революция произошла в России. Я повторюсь, что Россия, вот Ленин характеризовал экономическое состояние как высокоразвитый государственно-монополистический капитализм и отсталое сельское хозяйство, с пережитками феодализма. Ну, помещики и земевладения это колоссальные гири и пережитки феодализма. Но революция происходит в слабом звене империализма. Слабое звено не самое, сказать, не в том плане, что это самая слаборазвитая страна, некоторые и так думают, блогеры левые, это слаборазвитая страна. Нет. Слабое звено с точки зрения объективных и субъективных предпосылок. То есть, вот, среди всех стран наиболее, так сказать, условия объективные, так сказать, и субъективные созрели для социалистической революции революции, В России комплексе своем. Ну, кстати, в Германии тоже. Но в Германии революция была задавлена крайне. Вопрос от Павла Попова. Есть ли классификация места страны в мире по соотношению вывоза капитала и вывоза товаров? Я такое не встречал. Вы можете быть первым исследователем, который предоставит нам эти результаты. Вопрос от Алексея Коботкова. Можно ли приравнять империалистическую страну и избыкающую прибавочную стоимость из просто капиталистической страны к капиталисту и избыкающую прибавочную стоимость из рабочих? Так, еще разочек. Можно ли приравнять империалистическую прибавочную, империалистическую страну, извлекающую прибавочную стоимость из просто капиталистической страны капиталисты, извлекающую прибавочную стоимость из рабочих? Нет, конечно. Вы смотрите, вот империалистическая страна, там господствует финансовый капитал, там не стоят монополии. Так вот монополии, империалистические страны, они получают так называемые монопольные прибыли. Куда входят вот в эти монопольные, огромные монопольные прибыли. Прибыль, которую они извлекают и своих рабочих, и эксплуатировать рабочих внутри своей страны. Плюс они получают прибыли от эксплуатации рабочих других стран за счет вывоза капитала. И плюс еще всякие надбавки вот этих монопольных прибыли за счет всех этих механизмов, которые они создали для вытягивания, высасывания прибавочной стоимости или прибыли. А что касается зависимой страны или просто капиталистической страны, ну да, она высасывает прибыль своих рабочих. И часть этого отдает хищникам империалистически. За счет вот этих всех инструментов. Их очень много. Это как в известном романе, да, приносят на блюдеческие с голубой каемочкой сами. Попробуй, не принеси. Что тогда будет? Будут санкции. Санкции не подействуют. Что тогда? У берегов этой страны появятся авианосцы, крылатые ракеты, бомбардировщики начнут летать. А дальше уже, если и это не подействует, значит, будет установлен, совершен государственный переворот, установлен, посажено, так сказать, новое правительство, которое тоже согласится на все условия крупнейшей империалистической хищницы или хищницы. Вопрос от Семенова. То есть русский рабочий должен довольствоваться тем, что Россия не грабит другие страны, гордые, но нищие? Русский рабочий должен самоорганизовываться, объединяться с собой в класс и вести борьбу с российской буржуазией и довести эту борьбу до социалистической революции и построения социализма. Вот, как сказать, что он должен делать. Вопрос от Сергея. Славая звена империализма. Значит, Россия была империалистической страной? Конечно. Вопрос от Ивана Рябина. Как Вы считаете, если на селе плохо сработает, то необходимо уезжать в город на производство, чтобы бороться за интересы трудящихся или пытаться поддерживать и развивать экономику у сельских районов? Вы знаете, борьба ведется и на селе, и в городе. Я думаю, у каждого человека какие-то есть особые обстоятельства, которые ему диктуют. Либо оставаться на селе и там организовывать сельский рабочий класс. Либо переехать в город, пойти на завод и там же заниматься этой работой. У каждого свои обстоятельства. Это индивидуальное дело. Но то, что нужно вести борьбу и на селе, и в городе, это однозначно. То есть там, где есть рабочий класс, где есть капиталистические предприятия, рабочий класс, а не есть и сельскохозяйственный пролетариат, и городской. Вопрос от меня. Больше организационный вопрос. Как можно попросить товарища Легтярева проверить задание за 9 марта? Куда писать? Написать в ректорат, наверное. Какие есть контакты, туда и написать. То есть при поступлении были же какие-то контакты электронные. Вопрос от Сергея. Сто лет назад Россия была империалистической, а теперь нет. То есть страна деградировала по сравнению с 1917 годом? Давайте еще раз проследим историю развития России. Ленин называл ее империалистической, относил к империалистическим. Но вот этот империализм, я уже третий раз повторяю, был с особенностями сильнейшими, так сказать, феодальными пережитками в виде помещичьего землевладения. И власть тогда, скажем, была еще царей помещиками. В 1917 году в России свершилась социалистическая революция. И с этого момента Россия, так сказать, стала советской. Она покинула империалистический лагерь и создала новый лагерь социалистический. Ну, который прерастал. Революции были дальше уже. Там и в Монголии, и, так сказать, после Второй мировой войны, китайской народной республике и так далее. То есть Россия поднялась на более высокую ступеньку по отношению к самым передовым империалистическим государствам. То есть они остались вот в эпохе капитализма. А российская экономила в другую эпоху, в коммунистическую. И, кстати, экономика можно назвать этой единой монополией, работающей на благо всего общества, на нужды всего общества. После того, как в СССР был совершен контроляционный переворот, произошел переходный период от коммунизма к капитализму. То есть из более высокой формации Россия была отброшена куда? Назад капитализм. В какой лагерь? В который был империалистический лагерь. Но этот процесс сопровождался еще обычным разрушением экономики всего и вся. Поэтому вот она и казалась такой. Если, сказать, те, кто совершили переворот, совершили, как говорится, реставрацию капитализма, они разрушали наше производство. Заводы, фабрики и в городе, и на селе. Вот она такой оказалась там зависимой по отношению к крупнейшим мировым империалистическим государствам. Сейчас попытки какие-то делаются. Ну, это немного отклонюсь. Вот буквально готовился к семинару, посмотрел статистику. Темпы развития, темп объемов промышленного производства. То есть, вы знаете, что буржуазная статистика любит давать показатели, сравнить ВВП, головой и внутренний продукт. А головой и внутренний продукт, он берет только часть реального производства товаров. А так, в основном, услуги. Там что-то накручивать, накручивать могут. Поэтому, если брать ядро, сказать, экономики, промышленного производства, то вот интересно сравнить. В чем обратил внимание, что, вот если вы зайдете на сайт Росстата, Федеральной службы государственной статистики, начинают почему-то с 93-го года. А если с 93-го года посчитать, то у нас получается, что даже рост объемов промышленного производства. но это архивы сохранил. Вообще, это брать-то надо, ну, как минимум, 90-й год, когда уже, скажем, начался процесс приватизации, остатки социализма были разрушены. Так вот, в 91-м, 92-м году было огромное падение. Вот если брать отчет с 90-го года, то за 32 года объем промышленного производства так и не достиг уровня РСФСР 90-го года. Вот он показатель того, как хозяйствует в кавычках наша российская буржуазия. Три десятилетия, четвертое десятилетия пошло. Я сказал, не могут достигнуть того уровня, который был на уровне 90-го года. Хотя, по большому счету, если вы посмотрите историю, ну, 10 лет достаточно, чтобы экономику поднять, даже капиталистическую. И примеров это предостаточно. Вопрос от Ивана Литвина. Кто создает прибавочную стоимость перекупу мелким торгашам, если он работает один? Значит, никакую прибавочную стоимость мелкий торгаш не создает. Прибавочную стоимость создают наемные рабочие у капиталиста. Мелкий товаропроизводитель, он и собственник средств производства и сам трудится, он создает просто стоимость. Спасибо большое. Замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok